мужчина нам написал письмо с вопросом с просьбой помочь разобраться в ситуации я попробую зачитать не все но так выдержки с женой прожил 11 лет однажды выпив сказал что хочу подумать что такая жизнь что не нужна мне больше такая жизнь в итоге пил 10 дней хотя надеялся что немножко путано но мы придем сейчас поймем о чем речь в итоге пил 10 дней хотя надеялся что на второй день она придет и заберет не пришла потом попросил меня забрать сказала что любила и я ей больше не нужен остался на улице благо помогли друзья приютили жену люблю до безумия но живем с ее родителями которым на все плевать и я не могу больше так жить как в камере отдельно жить она не хочет прошло два месяца она пытается поговорить меня трясет при виде ее но я не хочу такой жизни на сближение не иду у нас сын 11 лет очень его люблю но видеться не хочу потому что пока еще очень больно общаюсь по телефону подскажите какой-нибудь выход жена классная но очень ленивая хотя столько времени с этим я мирился ему 40 лет жене 30 вот такая ситуация в итоге он просит пишет так не знаю что делать себя потерял она ходил ли давайте начнем поэтапно два не зрелых человека два ребенка собрались она классная люблю ее до безумия она живет с мамкой с мамкой ребенок я не совсем зрелый но тоже где-то классный пришел туда же еще сделали свое ну так случилось мама с папой кушать готовить мы спим вместе ну вот такой соблюдаем якобы иллюзорность семьи семей там нет когда пить ты начал от чего потому что мужская саммест она должна быть мужчина реализовывается на физическом плане боится сказать своей жене что ну как встала и пошла со мной я обеспечу я могу не хватает сил и духа потому что наверное никогда таких вещей не говорили почему пить стал потому что хотел чтобы жена царая мамка пришла и сказал я тебя люблю ты мне нужен пойдем она не пришла потому что и он и она в этой ситуации в нем хотят мужчины то видит проводить а он не позволяет люблю не пойду обиделся какая у нас позиция абсолютно детская сына люблю да не везет да представить то сыну нечего так мужчине себя нужно начинать принимать решение все жизни начинается с принятия решения решение действий результативности не надо сразу глобальных перемен не надо семья это в принципе святое состояние если они еще до сих пор вместе 11 лет у них есть все предпосылки тому чтобы остаться вместе но мужчина ведущий женщина ведомая в семье и если он не может тогда не делай тогда сделать так как можешь так как хочешь не обязательно можно снять я не знаю комнату в коммуналке в конце концов не знаю где живут да но мужское решение должно быть и тогда женщина увидя это решение она уйдет от родителей нашей защиты она хочет от родителя ушла к нему пришла а от родителей уйдя на защиту не получает она ищет мужчину вот и чтобы он сказал сделала а не очень хочется но на уровне слова но не на уровне дела поэтому она и пытается как-то поговорить чтобы может быть разглядеть в нем вот что-то какие-то подвижки а их нет люди они вместе во первых не надо обманывать и если я хочу чтобы за моим за мной пришел мой муж тогда позвони и скажи что приди за мной в этом нет ничего плохого это самый близкий дорогой человек если вы не доверяете как она может догадаться тогда я на зло буду пить опять тебе накручиваться ну я сейчас тебе докажет она говорит ну я тебе сейчас тоже докажет и поехали хочу ну вот они друг другу доказывают а жизнь не покажет на самом деле ничего страшного во-первых нужно сесть поговорить и каждому перед этим понять от жизни до чего задача у мужчины одну женщина другая если женщина будет впереди смотрящая тогда на этого мужчина уважать не будет а если мужчина не берет на себя обязательств тогда и семей не будет так обязательства берем если готовы если не берем то честно признаемся что не готовы в этом тоже нет ничего плохого но тогда не будет запутанности ситуации тогда каждый будет понимать куда идем и что делать то есть каждый из них сидит и ждет что другой сделает первый шаг но каждый позу в позе в обиженный ребенок и вот бедный ребенок который их уже который сын 11 лет он тоже попал этот мужчина дает абсолютно пример на всю оставшуюся жизнь собственного сына потому что вот эта модель закладывается и так будет поступать и пошло вот это по поколению и сам что-то делает реальные шаги не на словах да а вот реально и не хочу становлюсь отцом семейства хочу не жених тогда никого вини она ничего не виноват она защищает свое то что может а вы что предлагаете мужчина это как возьми забери меня забери меня отсюда мешочек такой да с чем не будем говорить мужчина всегда понимает решение это задача на этой материальной земле мужские решения нужно принимать потом себя за это нужно уважать тогда женщина обязательно женщина она помогает у нее задача помогать мужчине вдохновлять а когда я сижу и пью и жду что женщина на себя возьмет всю ответственность и все сделает и все разуме мужчины но тогда не за что мужчина уважать и самое главное здесь мир ответственности даже не между ними да а между отцом и сыном вот это зачем рожать ребенка не понимая нужности форму воспитания и представления если сам не взрослый тогда как моя жизнь что хотела то есть дело а жизнь этого человечка он человек уже в 11 лет и мужчина должен это понимать это будущее мужчина растет это ваш сын растет какой примерчик о чем с ним разговариваете как вы ведете себя с мамой с его мамой за своей женой пример как показывает и точно так же он будет вести себя сам у него просто нет другой манеры или будет кардинально противоположным но другой модели у него нет негде взять потому что это каждый день пришел папа не пришел поругались не поругались выпил не выпил все дальше не будем коридорчик очень узкий а потом мы хотим от своих детей каких-то звездных я не понимаю успехов да что-то что-то такого чего они даже страшно чего я сам не добился того хочу чтобы добился сын и начинаем упреки да ты не такой ты не то я на тебя жизнь положил там а с чего смотрим на каждый день как живем ребенок это губка огромная большая губка которая впитывает и если мама с папой не показывают хорошего то ему взять это нет потому что на все остальное там это чужеродное ему проще то надвинуть и проще на то обидеться потому что для него это не пережит опыт он не знает как это мама говорит ты мой хороший ты мой родной замечательный папа говорит я горжусь тобой давай с тобой вместе сделаем поехали за грибами поехали на рыбалку давай что-то смастерим некому тогда откуда ему взять этот опыт вот это самая сложная ситуация а не то что жена не забрала ей на голову это такое детская песочница я тебе лопатку не дам а ты мне пожалуйста и лерка моё отдай завтра а то я тебе тут потому что вот там ничего сложного нет сложные отношения отца и сына вот это да которых пока в общем то как таково нет а это мы так даже даже не посмотрели а здесь между женой во первых честные пути и доверяйте друг другу принимай решения и понимаешь что ты делаешь все